Я сейчас иду в Ленинский проспект, дом 90. Сейчас наш активист Станислав сообщил, что у него был наезд. Прораба, как он себя представил. Давайте посмотрим. Прораба, как он себя представил. Почему вы меня снимаете? Я имею право. Вы находите в общественном месте. А вы кто? Вы не имеете в меня снимать права? Частный лицо. Он находится на общественном месте. Какое разрешение? Скажите, покажите мне документы, запрещающие его снимать. Или какие-то, скажите мне, законодатель, запрещающие меня снимать. Вот теперь мы на равных условиях, господин полицейский. Посмотрите. Здравствуйте. Вы теперь друг друга снимаете? Конечно. Я посмотрю, Сергей, как только вы ушли, я подошел к щепну, чтобы не Ольга Львовна попросилась фотографировать. Вышел вот этот подрядчик, который... Вот этот, который с бородой, да? Да, и материк стал. А, он и на меня нападал. Он не адекватный был. Да, 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 он и на меня нападал. Слово, маты не было. Мата не было, но оскорбление было. У меня здесь на видео. Он тоже угрожал. Вас не было. Разберемся, с тобой разберемся. А, это самое... А он имеет право... Подожди секундочку. Вас не было, когда произошел конфликт. Зачем вы обманываете? Я лично стоял. Вы не стояли там. Я лично стоял. Вон там. Не там, вот здесь. Нет, вон там вы стояли. А вон там он угрожал, да? Угрожал, значит, как он поступает. У меня есть видео, это подтверждение. Какой человек? Вот этот, что ли, Станислав? Не-не, вот... Ну, тот вот бородой, который мне угрожал тоже. И второй вот, и он тоже. Ну, понятно. Один увидишь, я остался один, и, собственно... С тобой один, не один, хоть ты толпой будешь, ничего не будет. На вы, пожалуйста, будьте любезны. Почему на вы? С вами на вы? Нет. А вот он не хочет, а вы разговариваете на вы с ним. На ты. Вы с чего? Вы с провокаторами. На ты. Не надо разговаривать на ты. Я вам... Вы находитесь в Москве. Ну и что? А у нас это культурная страна. У нас культура. Россия. Я россиян. У нас культура. Если вы россияне, это не значит вам. Это не имеет повода оскорблять людей и называть их на ты. Не принято. Нет такого закона. Слово ты, это оскорбление? Ну, это никак не оскорбление, просто уважение. Не уважение. Это все зависит, уважаемый, от контекста. От культуры. От контекста. Но вы же не понимаете, когда вы и говорите, вы и сами провокаты. Нет, я понимаю, если это контекст, с уважаемым можно допускать. Если это в пенебрежительной форме, то безусловно это вызывает сейчас, скажем, отношения. Ну, о чем вы говорите? Это же не важно, кто и вы, но. В каком контексте это обстоит? Если это в жайпонной манере, в жайпонной подаче, то естественно агрессивно. Меня снимают, я буду звездой ютуба. Я вам говорю про это, только снимать неправильно почему-то, ну ладно. Ну, для себя можете так снимать, не спорю. Но вы теряете экспозицию. Я буду иметь в виду, я спокойно это сделаю. Потому что сейчас вы, на моих глазах, вы сделали оскорбление личности человеку. Вот и мы. А называй его на ты. Это по моему мнению, я вам еще раз говорю. На ты, это не оскорбление. Я вам еще раз говорю, это по моему, по моему мнению. Даже слова сучка нету, это мата, это литературное слово. Нет, подождите, это не мата, но это оскорбление личности, потому что вы, считая, называя его сучкой, вы, значит, его приравниваете к собакам. Я его не назвал сучкой. Нет, вам просто говорю. Притом женского рода. Вот вам объяснение, простое. Если сейчас приехала сюда полиция, значит, здесь не все нормально. А если не все нормально, я имею право снимать. Ну, тогда другое дело. Вы ушли из кадра, все. Вы тоже убираете из кадра. А вот я вас не снимаю. Вот видите, я вас не снимаю. Ну вот. А так я нахожусь в общественном месте, я имею право снимать. Почитайте, кстати, конституцию 29-й статье. Если вы россиянин, вы должны знать это. Я статьи не читаю. Ну вот видите, тогда зачем вы запрещаете мне снимать, если вы не знаете закона? Я вам сейчас назову 10 законов, предрешающих мне вас снимать. Что назову? Ну, хоть 10 законов. Да, если вы россиянин, вы должны знать эти законы. Я не за чьи нас? Я закон не нарушаю. Как это? А как вы знаете, нарушаете вы закон или нет, если вы его не знаете? Вот сами сказали. Нет, ну вы просто сказали, что мне не за чем знать закон. А как тогда вы их не нарушаете, если вы их не знаете? Ну, вопрос. Нет, я вам просто говорю, что... Нет, вы сейчас мне сказали, что... Вчера, позавчера выучили вот эти законы, и у вас интернет пошел, вы начали вот это толкать. Ой, 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 я уже 7 лет толкаюсь этим. Вот 7 лет. Вот человек не даст соврать, я постоянно накажусь. Ну, вместе, да, вы работаете? Нет, мы не вместе работаем. Мы были по разные стороны баррикаб. Ну, как нет, я бы не сказал, что по разные стороны. А, нет, ну да. Мы были с одной стороны, мы за закон и порядок. Ну, а так в итоге получилось, что незаконно это было? Ну, это суд решил. Суд решил, что неправильно. Ну, вот, все через суд. Ну, вот, ну, как ты решил, что действия полиции во главе, я не говорю полицейских, я говорю, во главе Лавренова, Лавренова, неправильно делали. Ну, так неправильно. Ну, так неправильно. Ну, смотрите, на тот момент была стройка. Я препятствовал уничтожению асфальта тротуара, да? Секундочку, вы меня арестовали. А на следующий день этот асфальт опять положили заново. Это как считается? Ну, я это сейчас уже не знаю там. Ну, вот вопрос случается. И мы посчитали, что это ошибочно было. Убирание асфальта. В чем я и предупреждал, и старался предупредить полицейских. Вот и все. Ну, это ладно, уже проехали, это давно в минувшие дни. А почему стройку не убирают? Стройка у нас суды же. Мы хотим у них деньги отсюда, чтобы коробку и все остальное поставить. И вот у нас, вот они все откладывают, откладывают. Сейчас отложили на конец августа. Они все не приходят, они приходят. Гады. Но долго тянуться тоже не могут, правильно? Да. А человек такой умный, да? Хочет увидеть коррупционную составляющую между полицией и нами, блогерами. Будь во в чем дело. Вот, видите, это уже угроза. Это угроза. Это, во-первых, а вы не забывайте, что у меня в знакомых есть чеченцы, которые найдут управу на дагестанцев. Ну, вот они не будут рады, потому что я им помог в свое время своей же работой. Давайте, давайте. Ну, не будет никаких статей. Я сейчас фиксирую случай, который произошел. Правильно он, неправильно, пускай решают люди и полиция. Я ничего не комментирую. Я просто молча снимаю. Вот и все. О, уже ржавеет, да, у нас все равно во всем? Да, битая. Ну, вновь. Видели, как фильм для Росгвардии там разнесли в пух и прах по поводу блогеров? Ну, там он был в стиле фильм, как надо вести себя с блогерами. А, что представляться и можно не представляться. Да, да, да. И там подобное. Нет, я не смотрел фильм, я просто читал статью, что теперь они могут не представляться. Это блогеры там так ее разнесли в пух и прах по законодательству. По полным статьям. Ну, у них же есть тоже свои статьи, как у нас закон о полиции, но и закон о... Ой, у них большая возможность, чем у вас, честно говорю. Я почитал закон. Дайте пока снимаю. Ребята, а кто должен заниматься? Вот там вот, там на тротуаре огромное количество машин. У вас это самого, ну вот с той стороны. Да, да, вот это правильно. Кто за ним должен заниматься? Гаи? Хотя Гаи говорят нет. На проезжей части? Нет, мы на проезжей части, на тротуаре. Гаи, по идее. Они же не во дворовой территории? Нет, не во дворовой территории. Значит, Гаи, да? Поезжающие к дороге территории, значит, Гаи. Гаи или этот, СОДД. Понял. Они эвакуируют же. А еще один вопрос. Вчера, это самое, ночью, там эвакуировали машины. Да, сейчас по новому сказать, что можно их делать, да, как бы, так или нет? Где там? Где, у Магноле, опять же, да? Угу. Магноле. Вот, на Марио Ульянова. А, ну, это, это. Их, наверное, перевозили в другую сторону, там же остались снимающиеся. Да. Их же заранее не предупредили, кстати, водители. Они сами утверждают, что не предупреждали. Нет, было бы единственное, что, естественно, они не делали предупреждение. Ну, могу же обычно клеить листок, но, может, не поклеить. Ну, вот почему я тебя первым делом спросил. В чём проблема? Уставший, то ли уставший водитель, то ли что. Есть кадры. Он наезжает на конусы, то есть он явно неадекватен в вождении. То есть он не видит, на кого на этом месте не могут быть проходить. Он был вот так. Это же не любят таблички? Да, да, да. Это же это, геогаз? Вот эти таблички, собственно, я настоял, чтобы они повесили, потому что они нарушали регламу. Семёнов, начальник УАТИ, собственно, всё это на портале, все мои жалобы. Ну, понимаете, мне тоже не хочется, ну, эти, кляжу, надо соблюдать какой-то хотя бы элементарный факт. Слово не помню. Заснято на виде. Я разучился уже писать, ну, печатать, что на тюрьме. А ты успел включить телефон, когда он у тебя наезжал? Да, 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 я заснял. На самом деле, по большому счёту, я сегодня открыл, я на ворот, я постарался... Я слышал, у вас опять сокращение идёт. У нас? Кого? Куда? Не знаю, полиция, сейчас говорю, я слышал, что опять сокращение идёт. Сокращение тоже нет. Да уже куда уж. На земле тоже никого не осталось. Станислав, я тебе скажу больше, мало того, что там, ну, это хоть слухи, да, что будет сокращение, а то, что на них переводят больше половины функций, функций ГАИ, это панк. Ну, это хотят, да. Не, ну, кстати... Ладно, господа, вы все какие-то вопросы? Нет, не будет. Всё, закусируем, знаете, куда звонить. Да, 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 всё, спасибо вам большое. Всё, хорошо. Полиция сегодня на высоте. Плюсиком. До свидания. Вот так вот всё произошло. Ну, что вы скажете, Станислав? Что произошло сейчас, вот на данный момент? Ну, когда вы ушли, я стал фотографировать, я тебе перешлю. Ну, вот, не подходи ближе, а то плохая парчинка. Я просто подошел к себе, стал фотографировать, он прибежал, и вместе с ним, и вот этот, и ещё парень. И Сталин мне действительно говорит, я тебе не дам снимать, вот, ой. А почему он нам дал снимать, когда нас было здесь четверо? Ну, потому что у нас было четверо, а когда я остался один, он почувствовал, что он смелый, он всё может, потому что их было четыре, четверо, а я был один. Ну, понятно. Ну, собственно, я это, вы видите, потом пришлю. Ладно, понял я вас, ну чё, пойдём потихонечку, пока на этом мы прекращаем. Ещё раз обратите внимание, нарушения на тротуаре стоят в машинах. Это отдельная статья, да, это надо. У меня есть предложение? Господин Собянин, вы плитку сделали специальную для машин? Ну, да, да, какие. Кстати, по-моему, я знаю, чья. А вот, вот наш криминальный офицер. Где? Вот, криминальный офицер. Где наш криминальный офицер? В баксонте, в герой. Ага. Всё, ладно, мы прекращаем снимать. До свидания, вот наш герой. Спасибо. 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 Спасибо.